Установи умную сигнализацию с GSM-модулем и управляй автомобилем прямо со смартфона. Федеральная сеть фирменных центров Starline. Хлебозаводской проезд 9. Будто бы дьявол вселился в пьяного водителя Гранты, который устроил ДТП на улице Чапаева. Молодой человек врезался в другую ладу и во время оформления нарушения он вел себя весьма спокойно. Но как только Лихач увидел эвакуатор, его словно подменили. Он снова сел за руль авто и устроил дерзкую и длительную погоню по всему городу. Подробности в сюжете Павла Москвина. Водитель Калина, что называется, на эмоциях рассказал, как его машину протранил пьяный водитель Гранты. На меня летит машина. Я вот пришлось прижаться к Роману. Она, что виновник, пришла с Дельцовом, значит, я занял его. Виновник аварии Роман во всем сразу же признался. Кто водитель? Я. По словам Романа, он всего лишь хотел подвезти девушку до дома. Водитель Гранты сказал, что вас до дома доводил. Нет, не было такого. Не волен? Что ты выбился? По честному сказать. Ну, пять пьем. Свой маневр с выездом на встречную полосу водитель объяснил просто. Эска дорога. Эска, да? Места не хватило вам разъехаться. Вы выпили сегодня, да, как я понимаю? Так точно. Эска, как примерно. Ну, может быть, литра пьем. По словам Романа, он недавно пришел из армии и хотел устроиться в ГИБДД, туда, где раньше служил его отец. Но планы на будущее теперь придется скорректировать. Полный, глубокий выдох делайте. Я знаю, знаю. Не прерывайте. Дуйте, 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 пока идет выпадь сигнал. Повторюсь. Боже мой. Такого интеллигентного и неконфликтного нарушителя инспекторы оформили быстро. Единственное, с чем не хотел мириться Роман, это эвакуация авто. Ведь он обещал папе, что машина будет стоять у дома, 6 по улице Производственной. Полицейские составили на водителя материалы, и он уже планировал идти в сторону дома. Однако Роман воспользовался моментом и быстрее эвакуаторщика овладел машиной. После этого покладистым лихача не назовешь. Выпитые полтора литра пива сделали свое дело. Водитель не хотел останавливаться. Уцума он вроде бы сдался, но поехал снова. Роман собирал все красные сигналы светофора. У филармонии он показал сначала левый поворотник, затем правый и выехал на улицу Ленина. На перекрестке с улицей Красноармейской Роман не вписался в поворот. Это еще далеко не конец погони. На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской и к преследованию подключились еще два наряда ДПС. По прямой Гранта разгонялась до 150 км в час. Далее машина заехала на студенческий проезд и припарковалась у дома 6 по улице Производственной. Полицейские задержали Романа и сразу же вызвали эвакуатор. После задержания водитель снова стал спокойным и разговаривал так, будто бы ничего и не было. Ну что у вас опять произошло тут у вас сегодня? Ничего серьезного. Вы же совсем были согласны у вас оформить? Нет, я согласен, я просто хотел доестись в свою машину до дома. Я был виноват, я нарушил правила ПДД, но не хотел поставлять своих родственников, своих близких. Так там пол-три тысячи эвакуатора-то стоит всего-то. Нет, я все понимаю, просто я рассчитывал на это. Вот и все. Все процедуры Роману пришлось пройти вновь. Кроме того, ему выписали много штрафов за его опасные гонки. Машина все-таки отправилась на штрафстоянку. Я ваши подамы смотрю, смотрю, все интересно было. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.